Продолжение следует... Друзья, добрый день, рад вас приветствовать. Сегодня в студии у нас в гостях известный уфимский политтехнолог Андрей Сергеевич Пателицин, с которым мы будем обсуждать все, что связано с башкирской содовой компанией. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что согласились пообщаться с нами. Ну вот взорвалась бомба, БСК отошла федеральную собственность, юридическая общественность в шоке, деловая общественность, я думаю, пребывает вообще в нокауте. И мы выпустим обзор юридических тонкостей этого дела. С вами хотелось бы поговорить о персоналях, о скрытых политических мотивах этих событий. Готовы? Да, конечно. Да, начинаем. Ну вот первое, что, собственно говоря, интересует, БСК – это бывшее предприятие сода. Крупнейшее предприятие Советского Союза по производству кальцинированной пищевой соды. В середине 90-х пережило так называемую ваучерную приватизацию. В власть, я так понимаю, пришел красный директор. И вот неожиданно в середине 2000-х уже контроль над предприятием переходит к группе частных лиц. Пяткин, Черников и вроде бы как Исламов. Или Харисов. Или Харисов, да. А как такое вообще было возможно? Как это произошло? Ну, на самом деле, если уж совсем вот в глубину веков погружаться, то было два предприятия. Это Каустик и Сода. И первым, по сути, в частное владение ушел Каустик. Предприятия очень разные и по продуктовой линейке, и по масштабам производства, по выручке. В середине нулевых, вернее, даже уже не в середине нулевых, а по сути, в начале десятых, то есть вот 11-13 год, та самая пресловутая сделка по слиянию Сода и Каустика, произошло так, что эти два предприятия объединились вместе. Объединили активы, превратились в единое предприятие башкирская содовая компания с несколько иной пропорцией владения, которая была до этого. Это уже объединение. Но то, что происходило в 90-е годы, там действительно, да, вот эти вот ваучерная приватизация, плюс концентрация некого пакета, ну, по разным данным, от 20 до 22% под контролем тогда директора господина Титова, предприятия Сода, и, значит, довольно стандартные, на самом деле, процессы, которые происходили с десятками крупных предприятий в России в то время. Назвать это каким-то, ну, необычным способом перехода собственности, наверное, нельзя. Ну, и как и везде, наверное, были смутные процессы, суть которых мы, наверное, теперь уже никогда до конца не поймем. Но мы имеем по факту то, что имеем, условно говоря, там, на 11-й год. Да, то есть, вот расклад собственности по Каустику, по Соде. Можно я перебью, вот у Черникова, ну, вообще вот эта группа частных акционеров, они крайне не публичные люди. Найти упоминание о них в открытом информационном пространстве практически невозможно. Тем не менее, у Черникова есть известное уже интервью, которое в 13-м году дал Олегу Тинькову. Я понял, что надо делать только большой бизнес, потому что ты можешь делать там на 100 тысяч бизнес, можешь делать на 100 миллиардов, усилий ты тратишь ровно столько. И вот там на вопросы Олега о том, а как ты строил бизнес, как ты развивал свои активы, он очень подробно рассказывал, как он развивал там салон видеосвязи, там какие-то мусорки, прямо в деталях все рассказывает. Но когда он дошел до главного своего актива, БСК, это звучало буквально так, ну, вот курочка по зернышку клевала, 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 и вот, собственно говоря, я стал миллиардером, да, как анекдот про знаменитую американскую мечту. А вот все-таки вот это клевание зернышек, которое Чарников так скормно описал, это в реализе как выглядело? Мы можем только предполагать, на самом деле, потому что, ну, достоверно это известно единицам людей, и вот это точно не мы с вами. Но речь идет о том, что вероятнее всего, конечно, существовали скрытые интересанты этих процессов, и вот эти три фамилии, которые на поверхности, которые сейчас, ну, всплыли, условно говоря, на поверхности, действительно, они были очень непубличными людьми, всегда прятались за вывесками, там, какое-то время офшорных компаний, там, вот, Мадисана Лимитед, потом, действительно, они вывели все из офшоров в Россию, это была башкирская химия, и так далее, и так далее. Но у меня складывается впечатление о том, что, действительно, за этим всем стояли еще какие-то интересанты, которые, собственно, и могли быть источниками либо денег, либо административного ресурса для того, чтобы, ну, вот, как вот никому неизвестный владелец видеосалона вдруг возрос до вот таких вот миллиардных активов. То есть, я вполне допускаю, что там и Черников, и Опяткин, и Харрисов, они не являются, ну, истинными владельцами большинства активов вот этой компании, вернее, не являлись уже теперь. А вот о взаимоотношении башкирской судовой компании и ее частных акционеров с властью. В период, когда руководителем Башкортостана был Рахимов, в период, когда был Хамитов, и вот уже последние годы, когда к рулю власти пришел Радик Хабиров. Как они развивались? Ну, это очень разные истории, на самом деле, очень разные эпохи, наверное, даже вот в истории самой республики. То есть, Башкирия, Башкортостан времен Рахимова, Башкортостан времен Хамитова и нынешний Башкортостан, это очень сильно различающиеся среды обитания для бизнеса и для крупного бизнеса в том числе. То есть, если, скажем, до слияния сода и каустика сода была, ну, однозначным донором для стерлитомака, и с ней обращались, ну, вполне себе таким приказным характером, да, значит, я очень хорошо помню те времена, когда Спартак Ахметов, тогда был мэром города стерлитомака, но он фактически безлимитно пользовался возможностями комбината, финансовыми возможностями, ну, где-то на пользу городу, где-то, значит, решая какие-то свои собственные задачи и проблемы. То есть, и это были времена Рахимова. Вот так было устроено взаимодействие. То есть, там нельзя сказать, чтобы предприятие было в каких-то равных условиях с властью. Власть была над предприятием и во многом пользовалась этим. И тогда у государства был контроль. Да, тогда был и контроль, и влияние, и вот это вот, ну, скажем так, неформальное взаимодействие. При Хамитове в стерлитомаке меняется мэр, приходит молодой энергичный Алексей Изотов. Не секрет, что он тоже был ставленником, значит, крупного бизнеса, и в частности, сода и каустика. Ну, в разной степени тогда принадлежала и сода каустик принадлежала частным лицам. Соответственно, конечно, ну, Алексею была поставлена сложная задача уравновесить там интересы и прочее. Но в этот момент практически начинается объединение. То есть, с 2011 по 2013 год всем становится ясно, что предприятия сливаются и превращаются в что-то другое. Давайте точнее, то есть, в период Рахимова главой стерлитомака был Ахмед, Спартак Ахметов, и он был ставленником именно власти. Ну, безусловно, тогда все были ставленниками Рахимова, то есть, у нас вариантов там не было. А вот Изотов это уже компромисс. Да. С частными акционерами и государством. Изотов во многом был человеком, ну, там, скажем так, пролоббированным какими-то вот этими, значит, частными структурами либо людьми, которые владели большими активами в стерлитомаке. И вот тут начался вот этот промежуточный этап. То есть, 2011-2013 год, и отвечая на вопрос о взаимодействии власти и компаний, вот, входящих впоследствии в БСК, тут сложно, потому что, по сути, власть начала договариваться с Каустиком и с частными владельцами вот этих активов о том, как они будут объединять эту компанию. Тут очень важно понимать момент, вообще, толчок, импульс, откуда вообще взялась идея. Да, вот откуда. Вот, есть предприятие СОДО, вполне себе успешно работавшее, то есть, нельзя сказать, что оно было там на грани банкротства или там нуждалось в каких-то крупнейших серьезных капиталовложениях, которых, например, у государства не было. Нет. Был Каустик, который, ну, по утверждениям собственников и согласно тем экспертизам, которые были проведены, и оценочным экспертизам, тоже был вполне себе успешным предприятием. Целесообразность слияния этих двух предприятий, она была, ну, прямо скажем, вызывала вопросы с самого начала. Оба предприятия полноценно работали и существовали. Необходимости в их объединении, вот такой вот, ну, жизненной необходимости точно не было. То, что они, безусловно, каким-то образом соприкасались и технологически, и с точки зрения сырьевых источников, ну, это так. Но, тем не менее, это уже была сложившаяся ситуация, и этой ситуации было почти 20 лет. Ну, то есть, как бы ничего катастрофического и какого-то конфликтного тут не было. Но это мое такое оценочное суждение. Я все-таки утверждаю о том, что идея о слиянии компаний была привнесена. То есть, она не была, вот, естественной потребностью предприятий. Но привнесена частными акционерами. Да. Ну, то есть, вот тут мы начинаем говорить о том, кому это надо. Вот. То есть, безусловно, инициатива исходила оттуда. Это точно была, по крайней мере, если брать неформальную сторону вопроса, да, возможно, это было и инициативой правительства, потому что речь шла все-таки о государственной собственности. И, конечно, это все потом подкреплялось необходимыми документами. Там, предложениями, рассмотрениями, там, всевозможными созданиями комиссии и прочее. То есть, напомню, что процесс объединения длился три года. То есть, это с 2011 по 2013 год. То есть, это довольно долго. То есть, фактически, три года, ну, там, плюс-минус, готовились документы. То есть, шла полномерная работа по оценке предприятия, условий слияния, условий дальнейшего раздела участия в этом предприятии, всех сторон и так далее. То есть, тут, ну, надо сказать, что была проведена колоссальная работа. Хорошо. Знаете, вот в этом процессе ведь самое скандальное, самое спорное – это именно оценка. Потому что по итогам этого объединения государство с долей владения в 62 с небольшим процента стало владельцем в объединенном предприятии 38 с небольшим процентом. Если бы по итогам оценки, наоборот, бы доля государства увеличилась, а доля частных акционеров упала, то, наверное, не было бы никакого объединения. И, как я понимаю, в то время сейчас в Башкортостане идут активные споры о том, насколько справедлива была оценка. Кто ее проводил? Как она проводилась? Можете нам рассказать? Я не помню точно название компании, но компания-то была из Санкт-Петербурга, и одна и та же компания оценивала фактически оба предприятия. И Каустик, и СОН. Да. И вот вы правы в том, что именно порядок и достоверность оценки предприятий, то есть абсолютно логично говорить о том, что прежде чем соединить предприятия, нужно доподлинно выяснить их стоимость, чтобы была справедливая развесовка долей объединенного предприятия. Это так. А вот достоверность самой оценки, она, конечно, и тогда, и сейчас вызывает массу вопросов. К сожалению, к этим документам полноценного доступа нет. И вообще там есть много закрытых участков с точки зрения формальных вопросов, как это происходило. И, конечно, эксперты говорят о том, что есть сомнения, насколько правильно были оценены активы, по разным косвенным признакам о том, какие части активов включались в консолидированную собственность сторон. То есть, например, взять тот же Каустик. Правомощно ли было, например, включить в массив собственности предприятия акции, которыми управлял Каустик на тот момент, но не владел ими? Можно ли было стоимость этих предприятий включать в общий массив активов? То есть, в оценку Каустика включили акции той же СОДы? Которыми они управляли на правах управления. То есть, тут много было вопросов вот таких. Иногда они действительно чисто арифметические, иногда они как бы технологические. Потому что, ну, помимо, скажем, оценки там остаточной стоимости оборудования, там, земельных участков, зданий, сооружений и прочих вещей, которые, в принципе, ну, наверное, посчитать несложно. То есть, существуют методики, которые, ну, как правило, еще и не оспариваются. Тут есть еще и такие вещи, как там ресурсная обеспеченность, взаимная закредитованность предприятий. Потом, закредитованность предприятия отдельно. Мы вот до конца не знаем вот этих историй, скажем, были ли какие-то... Эта оценка вообще публиковалась, она есть в открытом доступе? Нет, ее нет в открытом доступе. В том-то и штука, что части вот этих вот, значит, документов, их нет в открытом доступе, есть только финальный результат. То есть, вот мы приходим к тому, что в итоге государство получило 38%. Логика объяснения вот этого, ну, вроде как, с обывательской точки зрения, 60% лучше, чем 38%, да? Но когда это все обсуждалось в 2013 году и в 2012 году, когда готовилось, и все это объяснялось тем, что... Ну, мы же увеличили предприятие, оно же стало больше. По итогам прибыль стала больше. Да, и в валовом выражении, да, вроде как... А больше стала прибыль государства? Сложный вопрос, потому что здесь прибыль государства, она не очевидна. Существуют дивиденды, которые так или иначе платились, и надо сказать, что башкирская содовая компания была там чемпионом по выплатам дивидендов в определенный момент, то есть они выплачивались настолько интенсивно и в таких объемах, что это вызывало вопросы вообще у, там, скажем, коллег по бизнесу. Я полностью говорил, что это уже целых 105%. Да, была какая-то совершенно сумасшедшая рентабельность, но она и действительно там сумасшедшая. Но прибыль государства складывается не только из дивидендных выплат, но еще из определенных, скажем так, ну, не вполне таких бизнесовых соглашений с предприятием. Это так называемая социальная функция предприятия. Когда, ну, любое крупное, особенно градообразующее предприятие берет на себя, там, добровольно или не очень, но берет на себя обязательства по определенным выплатам городу, там, социальной среде, там, еще каким-то вещам. Да, безусловно, это можно рассматривать как скрытые дивиденды именно в пользу государства. Еще нужно не забывать о том, что у нас была очень любопытная схема участия в предприятии. То есть, бюджет республики не участвовал напрямую в предприятии, а был, значит, явлен вот этот рекфонд. Что это такое вообще? Когда он возник? Что это такое и зачем он нужен? Я не знаю точно, когда он возник. Он вполне себе мог существовать там зарегистрированным и раньше, но реально в пространстве вот этих процессов он появился вот с момента, когда создалась вот эта башкирская содовая компания. Рекфонд был уполномочен получать и распределять эти дивиденды. То есть, тут уже такая довольно скользкая дорожка решений была о том, что, ну, правительство республики принимает решение, значит, поручить рекфонду получать и распределять эти дивиденды. Автоматические деньги превратились в небюджетные источники. То есть, если бы они напрямую поступали в бюджет, ну, как доходы от активов. В бюджет республики, да. Ну, это логично. То есть, вот есть строка, значит, в бюджетной росписи, есть там строка, доходная часть, там есть налоги, а есть там, например... Бюджет публикуется. Да, это все, более того, он фиксируется, его там нельзя изменить до определенного уровня и так далее. Тогда бы было все понятно. А здесь рекфонд. У рекфонда есть совет директоров, очень тесная компания, значит, из буквально единиц высших чиновников республики. И при Хамитове, и при Хабирове, это было так, и, собственно, Хабиров сам входит в совет директоров, и его глава администрации, господин Сидиакин Данина, у него времени тоже там числился. И вот они уже фактически лично решают дальше вопрос распределения средств рекфонда. Куда они распределялись? В разные места. Иногда на благие намерения, иногда непонятно куда. Ну, по сути, они могли распорядиться этими деньгами как угодно. Вот я слышал, что ставили в упрек, что деньги из рекфонда уходили на финансирование спортивных команд. Да, да, нет, в том числе и это. То есть, условно говоря, конечно, рекфонд каким-то образом проверялся, его финансовая деятельность, но она, опять же, кем проверяется? Она проверяется контрольной счетной палатой. То же самое республики Башкортостан, руководство которой назначается руководством республики Башкортостан. То есть, если мы тут это кольцо так вот обозрим, мы понимаем, что это все одна команда, которая действует исключительно в общих интересах. А помимо БСК рекфонд чем еще управлял? Или это рекфонд только компания для одной компании? Насколько я знаю, там были поступления от иной собственности Башкирии, в том числе и от недвижимости какой-то и прочее. То есть, функционально этот фонд был призван управлять доходами республики от каких-то активов, причем они могли быть разнообразными. Я точно не скажу, но для приличия, конечно, там были и иные доходы у рекфонда. То есть, когда акциями владела, например, напрямую Минимущество республики, это было неэффективно. А когда владеет ООО региональный фонд, это более эффективно? Нет, тут все сложнее. Акциями так и владело Миноземимущество. То есть, владельцам акции... То есть, собственность ей передали? Собственность нет. Передавались только полномочия. То есть, существовала, видимо, какая-то система договоров и каких-то соглашений между рекфондом и собственником в лице МЗИО Министерства земельных и имущественных отношений. И вот, собственно, на основании этих соглашений, мы не видим этих документов, мы их никогда, наверное, не увидим. Там наверняка прописывалась и функциональная прибыль самого рекфонда. То есть, они должны были содержать аппарат, и офисы, и прочее, прочее. То есть, наверняка им позволялось это делать из доходов, которые они получают от этих активов и так далее. Но мы не знаем этого наподлинно. Еще вот со стороны частных акционеров БСК звучало, что в процессе объединения каустика и соды они привнесли Березняковский содовый завод. Это тоже актив, который увеличивал стоимость именно их участия в объединенной компании. Это так? Насколько мне известно, на момент 2011 года Березняки еще не принадлежали этой группе. То есть, позже Купин Левушский. То есть, насколько я помню, это было еще и еще управление Березняковским заводом. Сейчас, да, он принадлежит Башкирской химии. Вернее, он принадлежал БСК. А, БСК принадлежит. Да, в том-то и штука. И теперь, условно, вот эти вот трое частных лиц, они потеряли и Березняки тоже. Это уже отдельный вопрос, уже сугубо юридический. То есть, оспорили приватизацию, по сути, каустика и соды, а попутно федеральную собственность забрали еще и Березняки. Так получается, потому что актив тоже входил в общий массив акций БСК, соответственно, и так. Местные активисты, они любят говорить, что частным акционерам подыгрывали и федеральные чиновники. Звучат фамилии Григорий Рапоты, который так действительно является предом, председателем совета директоров БСК. Называют фамилию Бабич, если не ошибаюсь. Это полк пред, который сменил Рапоту после его перехода на должность секретаря союзного государства. Что вы знаете о роли вот этих федеральных чиновников в развитии БСК, в лоббировании интересных частных акционеров? Ну, начнем с Рапоты. Человек такого федерального масштаба. Предания гласят о том, что он имеет очень тесный и прямой контакт с Владимиром Путиным. Он долгие годы возглавляет совет директоров ОАО СОД и БСК. И, соответственно, его подпись стоит под решением об объединении двух этих предприятий в числе остальных десяти членов совета директоров. Возможно, это явилось главной причиной того, что вот этот договор 11-13 годов не обсуждался в суде и не оспаривался. То есть, он прикрыл собой... Да, фигура Рапоты так масштабна до сих пор все еще в российской политике, что предположить или обвинить его в злонамеренности или преступности этого события, это просто не укладывается ни в какую логику. Насколько я знаю, и сам господин Рапота также полагал перед началом суда и так далее. Каково влияние Рапоты на эту ситуацию? Ну, я думаю, что если таким вот совсем уж банальным языком выражаться, он был главной государственной крышей всего этого предприятия. И при этом он еще и надзирал за тем, чтобы частные собственники не позволили себе лишнего, совсем уж став полноценными владельцами предприятия. То есть, ОКО Государева. Да, в определенном смысле это был некий противовес для того, чтобы, ну, ситуация на самом деле для очень крупного предприятия, нетипичная. Обычно все-таки вот эти, пускай даже частные владельцы, они размываются где-то в каких-то офшорах, в каких-то... Ну, и потом их никогда не бывает там трое. Это уж совсем мало для такого огромного актива. Соответственно, либо какие-то пакеты, либо какие-то компании, и за ними еще кто-то стоит. И здесь слишком уж это было выражено на таком персональном уровне. Ну, согласен. Пригляд нужен был, это точно. Роль Бабича здесь несколько менее яркая, на самом деле. Насколько я знаю, она даже больше носила некий конфликтный характер. То есть, может быть, это была попытка как бы поучаствовать, войти в ситуацию, в эти процессы. Может быть, еще что-то. Я вот до конца не пришел к однозначному выводу, но я знаю, что он активно конфликтовал на уровне, вот когда шла речь о первичной попытке получить Куштау, вернее Таратау, как сырьевой источник. Кто он конфликтовал? Ну, с комбинатом. То есть, он был против разработки. Да. И как бы его роль не так выражена, на самом деле. Ну, безусловно, он был полпредом, он, конечно, участвовал. И, возможно, у него была здесь мотивировка в том, чтобы не допустить каких-то там серьезных конфликтных ситуаций и напряженности в регионе. Я до конца не знаю, почему это случилось. Он был инициатором, по крайней мере, формальным инициатором этой стрелки. Ну, это же бомба реально, это же создает конфликт прямой. Ну, это в большей степени легенда, на самом деле. Он мог быть и с теорией заговора, и констрологически, но, тем не менее, учитывая логику событий и последовательность, он напрашивается. Президент по бумажке зачитал проблему Куштау. Вопрос, кто мог положить ему на стол эту бумажку?